Так, ну что, ребят, всем привет, индекс страха и жадности на уровне 55, непонятно почему, ланги и шерты показывала 0, да? Немножко ланги, я так понимаю, подбыли вчера, если посмотреть на индекс альцезона, индекс альцезона у нас на уровне 8, месячного 24, как минимум, произошел какой-то отскок, и годовой, получается, 37, продолжил якобы движение, но пока что какого-то отстрела по альтам я не заметил, то есть альты как стояли на одном месте, так и стоят вместе с битком, поэтому доминация битка, кстати, чуть ослабилась, сейчас пытается выровняться, ну посмотрим, закрепимся за 48% либо нет, и это будет знаменовать у нас дальнейшее движение битка, вероятнее всего, ну не обязательно вниз, но просто нужно понимать, что альты тогда очень сильно укатаются, даже несмотря на то, что биток может расти, ну потому что сейчас медвежка не бычий рынок, поэтому оно и логично. Далее, ну по поводу эфира, гэф вроде как закрыли, я так понял, хотя образовали второй, ну посмотрим, что она будет на самом деле, BNB консолидируется на месте, доминация по XRP, давайте глянем, что у нас происходит, доминация XRP, скорее всего, тоже падает, вот, не, доминация XRP, кстати, на удивление растет, ну, наверное, потому что он отскок показывает, ну давайте глянем по остальным криптовалютам, что у нас по доминации, и перед этим она падала, в принципе, сейчас уперлась в уровень сопротивления, выше не пускают, пытаются как-то искусственно удерживать, но, опять же, ничего интересного, давайте глянем в фонду, по фонде вчера интересная ситуация была, продолжала она движение, сегодня тоже пытаются закрепиться за этот уровень, но, опять же, мы же понимаем, что это еще рост весь дутый, то же самое, ну, то есть, здесь тоже у нас такое параболическое закругление, но мы же прекрасно понимаем, что когда такие параболические АС-ки закругления, да, и такие вертикальные движения вверх, то такие движения очень быстро заканчиваются, потому что может не хватить сил, чтобы такая АС-ка идти, по Dow Jones тоже начали, кстати, выкупать, да, пока что фонда смотрится позитивно, но, опять же, таки, надолго ли, посмотрим по поводу Тайкью, то есть, оттолкнулись от этого уровня, в принципе, кстати, ну, не сходили до уровня марта 2020 года, сходили до сентября, пришли в хорошие зоны для покупки, опять же, таки, но, в принципе, я напоминаю, что у нас еще инфляция, да, на 2% не снизилась, это так, на секундочку, ну, и плюс еще процентные ставки, как только начнут понижать, может, даже раньше, у нас может произойти обвал, как и был до этого, ну, как было на истории, ну, а там посмотрим, в принципе, я не претендую на истину, что обязательно все будет точно так же, потому что в этот раз все по-другому, на самом деле, что по биткоину, что вообще по рынкам, непонятки такие происходят, но, в целом, посмотрим, что у нас будет, поэтому, ну, паники лично я не видел, потому что я пока не увижу какой-то паники активной, да, хотя бы, чтобы 50% людей испугались, то есть, я этого не видел, я видел, ну, максимум, может, процентов 30, и то не факт, поэтому мне в идеале нужна паника, что процентов 90 людей, а то и 99, они испугались и начали продавать свою крипту на панике, а это будет только тогда, когда мы пойдем ниже 15, ниже 10 тысяч долларов, вот тогда вот это будет веселье, поэтому напоминаю, у нас еще гэпы не закрыты, да, там 2900, 11200 у нас, вот видите, кстати, здесь на месячном таймфрейме отчетливо видно, что у нас пошла такая фиксация, здесь, кстати, на недельке понижающийся хайлаи, как мы видим, да, такой нисходящий у нас, ну, не знаю, клин или канал, как угодно назвать, здесь, как мы видим, бреют лонги, и давайте посмотрим вот здесь, что у нас происходит, вот у нас, получается, и 11200 и 9700, ну, опять же-таки, кто-то может верить, кто-то может не верить, я тоже до этого не верил, потому что, ну, когда мы сходили уже на 15500, и из-за того, что ситуация в экономике, она ухудшилась, то, в целом, вероятность повышается от того, что мы еще можем сходить очень сильно вниз и обновить минимумы, поэтому наблюдаем, всем удачи и всем пока!